путь к никольской пещере от родника мало то что надо поискать но на него еще надо их забраться и здесь много дубов растет может желудей пособирать удастся время-то как раз подходящая осень но пока надо ползти вперед вот она скала а я как всегда с камерой опоздавший пещера так понимаю в карстовой воронке вот там где видно одежду ребят пещера фонарик карстовый провал как это и предполагалось пошли смотреть 2 уклончик однако я не упомню название всех гротов но известно что в первом гроте она горит горит в первом гроте обитают летучие мыши зимуют вернее непонятно фонарь вообще освещает что-то ну что-то освещает неизвестную пещеру поворот новый поворот ребята стоят светят вы чё на выход уже вот он первый грот дальше я так понимаю что пойти надо уже ну хотя бы одеться потому что я уже везде извозился здесь зимой зимуют летучие мыши образуются наплывы очень красивые из снега из водяных видимо испарений крутяк они там далеко полезли далеко полезли подсветка вот наверное и все у меня достаточно слабое освещение с собой сегодня и можно выключить остаться в полной темноте удивительно устройство человеческого зрения через минуту начинает казаться что ты что-то видишь это мозг замещает отсутствие зрения учитывая что у человека 80 процентов обрабатываемой информации головным мозгом это зрение мозг начинает скучать по большому счету человек видит сны наяву вот такой вот интересный факт выход где-то здесь тут протянуты веревочки я в одной запутался надо всегда действовать очень аккуратно много раз много раз и наблюдал панику начинающуюся у людей в пещерах поначалу пару раз даже у меня такое бывало даже я не какую-то там выдающийся спириолог и вообще обычно дальше дальше общедоступного не хожу но достаточно глубокому под землей своей жизни под водой замкнутых пространство что еще интересного можно рассказать про эту пещеру здесь есть такая штука как мундмильх это вообще это определенное состояние камня когда он напитан влагой а такое бывает его можно взять в руку сжать из него прям потечет вода но по большому счету это камень вот такая вот уникальная штука и конечно не стоит ее брать со стенок потому что она нарастает эта штука крайне низкими темпами общая протяженность по моему 185 чем-то там метров 25 метров в глубину на этом наверное все с вами был я не смело дмитрий клуб интеллектуального туризма и если вам понравился этот ролик поставьте лайк подпишитесь на нашу группу социальных сетях мы есть почти везде пока